хочу рассказать об очень важной особенности конструкции этой машины которую необходимо обязательно учитывать при ремонте ну и могу сказать что эта машинка она конечно работает спору нет делает много операции операции такие ну у меня как-то нет сильной уверенности в этой машине так как смотрите могу показать почему машина без металлического каркаса обратите внимание на зеленые стрелочки втулки для главного и нижнего вала крепятся на заднюю стенку пластиковый корпус между главным и нижним валом нет жесткость жесткость держал металлический корпус его убрали скорее всего для облегчения машины и смотрите что получается и у нас идет верхний вал и нижний вал синхронизация особенно зазор между носиком челнока и иголки когда я приподнимаю беруся за вот эту часть видите у нас вот играет игловодитель и носик челнока смотрите вы видите как он играет здесь я не знаю зазорная на ой-ой-ой миллиметров пять может двигаться очень огромный зазор и нет жесткости значит даже вот смотрите я приподнимаю вот немного за этот край и уже носик челнока бьет сильно по иголке вот почему я и говорил что носик челнока слишком бьет по иголке значит нужно это дело аккуратно собирать если даже неправильная сборка чуть-чуть перекос то соответственно у вас верхняя часть будет смещена по отношению к нижней части вот смотрите я беру приподнимаю за эту часть и вот видите уже носик бьет по иголке видите иголка отгибает конкретно если я опущу вот видите положил смотрите носик не достает до иголки вот это вот игра вот этого вот пластика ну это очень плохо вот стали выпускать машинки без металлического каркаса ну вот в принципе из-за этого не очень не нравится ну а так машина вроде как работает и работают на ней неплохо но иголки ломала а это уже настораживает